Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать притчу о пчеле и мухе. Это притча для тех, кто привык обвинять других. Человек сам выбирает, на чем ему фокусироваться. Нам в жизни попадаются люди, которые любят поговорить о том, как все плохо, как много нехороших людей вокруг и как они от этого страдают. Различие при восприятии окружающей действительности очень точно и лаконично говорится в притче, которую я хочу сейчас вам рассказать. Однажды к одному известному старцу пришли несколько человек и говорят, вот тот священник берет много денег за таинство, такой-то курит много сигарет и ходит в кафедерию, третий и овся моралью и предоставляют доказательства. Старец им отвечает. Из опыта я познал, что в этой жизни все люди разные. Я расскажу о двух категориях, которым принадлежат те или иные люди. Одна категория людей подобна мухе. Муха всегда садится на все грязное. Например, если в саду много благоухающих цветов, а в голых садах есть грязь, она пролетит в весь прекрасный сад, не садясь ни на один из цветков. Она не остановится, пока не долетит до этой грязи и лишь тогда спустится, сядет на нее и начнет копаться. Если бы она могла говорить, и ты, поймав ее, спросил бы, где в саде находятся розы, то ты ответила бы, что не знает, что это такое. Роз в мире нет, ответила бы она. Подобным образом и в жизни есть люди, которые похожи на муху. Это категория, которая научилась обо всем думать отрицательно и всюду находить грязь, игнорируя и не замечая все прекрасное. Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы – это находить и садиться на все красивое и сладкое. Если, например, кто-то в грязном помещении поставил вас цветком, если залетит туда пчела, она пролетит мимо всего грязного и не сядет до тех пор, пока не найдет цветок, только там остановится. Если бы ты поймал пчелу, спросил, где там мусор или помойка, она ответит, что ничего такого не заметила. Но вот там есть кортезии, там розы, еще дальше фиалки, там мед, а там сахар. И закончил старик. Когда ко мне приходят люди и начинают обвинять других, я привожу вам этот пример и предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться. Благодарю за просмотр видео. Прошу поставить лайк, колокольчик, подписаться на мой канал. Всем пока-пока!